Сообщить кому-то из близких, либо соседям о том, куда ты направляешься, в какой именно лес идешь. Сообщить, во сколько ты планируешь оттуда вернуться, чтобы они знали, во сколько нужно начинать волноваться. Необходимо одевать обязательно яркую одежду. У нас люди, наверное, обращали внимание, очень полюбили после времени камуфляж, горки. Если человек потерялся в лесу, особенно если ему плохо он лежит, то в такой одежде найти его очень сложно. А обязательно надо брать с собой заряженный телефон, полностью заряженный. В идеале еще брать с собой дополнительный пауэрбанк. Необходимо сразу звонить в службу спасения, но заряд и команда. То есть не надо звонить всем абсолютно знакомым, сообщать, что ты заблудился. Необходимо брать с собой спички, для того, чтобы была возможность развести костер. Очень хорошо, когда люди имеют пользу вот такой замечательной вещью, которая называется компас. Существует такая замечательная вещь, как космический одеяло. Вообще, замечательная, универсальная вещь. Она позволяет сохранить тепло человеческого тела, она защитит от холода, она спасет от дождя. Можно сделать шалаш, тент, можно свистеть свисток, хорошо, далеко, на расстоянии слышно. Спасателю будет проще тебя найти. Если не свистка и голос сорвал, берешь палку, берешь по стволу любого дерева. Если заблудился все-таки в лесу, необходимо оставаться на месте. Не надо бегать по всему лесу. Не надо бегать по ст roads. Продолжение следует...